В городе Назарова поделитесь своими впечатлениями, что вы сегодня увидели, самое главное, есть ли перспектива, на ваш взгляд, у этого завода и когда ждать кардинальных, может быть, перемен, на ваш взгляд? Ну, давайте начнем с того, что историю завода, я ее знаю очень хорошо, наверное, вот мы съехали сюда, вспоминали, ну, лет, наверное, 15, даже, может быть, 20 лет. Сегодня здесь работает большая делегация со всего края, мы специально, когда вот предыдущий, перед Новым годом мы здесь были, еще, конечно, в цехах только было легкое движение сварочных аппаратов и резаков, тогда еще прямо только была такая, знаете, деликатная премьерка к металлу у рабочих. И мы тогда определились, вот мы с Владимиром Алексеевичем повстречались и сказали, что у него политика такая, что завод должен выйти на открытый, абсолютно новый режим работы. И сегодня вот мы на заводе специально собрали всех наших представителей промышленности, дорожников, энергетиков, промышленников, тех, кто занимаются как раз заказом, использованием крупнометаллических изделий. Но мы понимаем, с другой стороны, что судьба у завода очень тяжелая. Я, конечно, ему уже много говорил, что на нем возлагается просто, наверное, глобальная просто миссия переломить вот этот психологический наш, психологическое даже неверие в то, что завод может работать так, как он работал в былые годы. В Советский Союзе у нас был период неплохой уже в современной России, но потом все вот так вот покатилось, вернее, больше вниз катилось и так далее. Поэтому сейчас есть собственник, у него, понятно, есть уже аналогичные активы на территории нашего государства, уверенность есть. Но почему здесь еще все вот собрались? Важно, чтобы те, кто работают непосредственно с заказами, они видели, что сегодня работа началась. Сегодня вот мы видим, вот зайдем в цех, куда ни посмотришь, везде работает сварка, резаки, люди, ну 150 человек. Человек, это же уже счастье. А глобальная задача, которую я вижу, сегодня мы должны переломить вот прямо дословно грех, промышленный грех Красноярского края, отсутствие горячего цинкования у нас в крае. Я на себе, на своей шкуре испытал вот на разных должностях, и работая и у дорожников, потом и в Минтрансе, потом главой города. Я вот сегодня ехали, мужикам вспоминал историю, у меня в Красноярске работаю, мне надо было срочно пять опор поставить там на одну из площадей. Опоры, вот, под светильники, под ромашку вот эту, когда несколько светильников, да, большая опора. Пять опор загрузили и повезли в Новосибирск. Можете вообще вдуматься, пять опор специально на тралли, везли в Новосибирск, зацинковали, поставили в очередь нас, отцинковали и привезли назад. Ну это же просто на уровне, вот, не знаете, вот, почему я называю это грех? Вот Красноярский край со своей мощью обязан иметь цинкование. Конечно, сегодня то, что мы видим, это еще только маленькая прелюдия запуска завода. А вот где мы были, там, где еще в цеху сейчас вырубка деревьев идет, и где вот эти уникальные ванны стоят, вот, конечно, вот когда вот эту запустим технологическую цепочку, тогда мы можем, можно смело сказать, что вот на наш век мы сделали великое дело и ликвидировали то, что не доделали наши опцы. Вот такая глобальная прямо миссия. Говорит Алексеевич, мы с вами ходили по этому заводу буквально через несколько месяцев после вашей покупки, да, сделки. Вот, на ваш взгляд, сегодня все-таки есть вот та самая поддержка власти, о которой вы тогда мечтали? На самом деле, да, действительно, вот сегодня мы находимся на нашем заводе СКЗМК Сибирь в городе Назарова. И вот благодаря Сергею Васильевичу, вот, его такому упорству к подходу, к взаимодействию, сегодня мы находимся здесь. Сегодня, вот, могу сказать, со всей ответственностью, что и со стороны властей федеральных и законодательной власти, Минфрунтурга России, Государственной Думы, есть абсолютная поддержка подобных проектов, которые были ранее банкротные, а сегодня находят такую новую жизнь свою. Что касается нашего большого проекта по линии ЗГЦ, у нас план уже полностью выстроен. Я убежден, что с той командой, которая сформировалась сегодня, именно управленческая в городе Назарова, точно способна его сделать. ЗГЦ это, завод белячего оценкования. Мы понимаем, мы тебя белячего оценкования. Скажите, а команда, о которой вы упоминаете? Что-таки позволит более экологично это производить? Что-то, скажите, вот это пережирать. То оборудование, которое было ранее закуплено, мы его переформировали, мы его доработаем. То есть это будет формат такой закрытого купольного типа. И та норма экологии, которая сегодня необходима, современной нормой. Поэтому она будет подходить. Миларик Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот вы сказали о команде, руководящей состав. Это все местные? На сегодняшний день управляет производством местный житель, житель города Назарова, тот, который уже многие годы и работал на этом заводе. Ранее, как вы помните, был управленец СУД России, где у меня основной командный штаб находится. Но понимая, что все-таки на заводе нужно жить, нужно здесь находиться ежедневно, а то ежесуточно, то было принято такое общее решение. И поэтому управляемый сегодня местный. Вот такой специалист. И человек хорошо. А с горячим цинкованием сколько новых рабочих мест появится? Порядка 60 рабочих мест. Ну, вообще, конечно, если так вот в идеале, сейчас уже у него 150 работает. Конечно, если выйти вот на такие хорошие советские ритмы, то это, наверное, человек даже под 800. Вот мы сейчас шли, смотрели, если там в три смены, ну, вы представляете. Смотрите, сегодня вот эти предприятия вообще, это будущая основа. Мы сегодня смотрим, где нам найти деньги. На школы, на дороги, на социалку и так далее. Где это? Это только вот дает. Деньги надо зарабатывать. Вот пока не будет таких предприятий. Поэтому, почему и я здесь, там, не знаю, там все жилы буду рвать. Вот такие предприятия должны появляться. Вот она основа нашей страны. Все, нечего заглядывать никому в рот. Ни американцам, ни немцам, ни европейцам, и китайцам нечего заглядывать. Пусть смотрят на нас. Поэтому наша задача вот здесь, вот основа нашей страны. Развивать свое. Да, только свое. Все, ну, нету другого. Все, уже наелись. Все, время все растаяло. Как это? Время сработало естественным проявителем. Все уже, все карты вскрыты. Все, не на кого смотреть. Вот такие заводы, вот это наше будущее. На самом деле, хотят сказать спасибо, наоборот, что ввели санкции. Наоборот, стимулируют, да, и их мотивируют, что-то построят новое, интересное. Да, они вообще еще не поняли, что они наделали. Аббревиатура ЗМК такая родная для нас, зародцев. Так же, как вот в декабре 25-го года у вас написано на входной группе, ну, такая осязаемая дата ввода с завода. Владимир Рудольфович, у вас как настроение сегодняшней делегации? Ну, я здесь частый гость, когда-то знакомились с Илориком Алексеевичем. Сергей Васильевич, первый день в среддверии выборной кампании вы здесь были. Для меня главное другое, с вами вместе довести до школьников старших классов, тех ребят, которые учатся в наших учебных заведениях. Директора, кстати, здесь находятся. И те масштабные проекты, которые в планах есть, они уже реализовываются. Требуют, конечно, профессионалов серьезных. И молодежь должна знать, родители должны верить, молодежь должна верить. Завод будет жить. Город, та промышленная, которая была, история огромная, она возрастается. И такому яркий пример. Нужны молодые руки, молодые специалисты. Те студенты, которые уже учатся в учебных заведениях, тем, кому еще предстоит этот выбор. Во многом наша задача сегодня еще это показать, рассказать. И это сегодня чувствовать. У нас хотел бы те ребята, которые на вахтах, выездах, это серьезные проблемы. Кстати, у нас год семьи. Надо вернуть этих ребят в вахтовиков, это вот моя мечта. И, конечно же, чтобы в наших учебных заведениях появились дополнительные группы набора, чтобы они шли сюда на работу. Так что, Игорь Алексеевич, вам огромное спасибо. Я думаю, что отдельно мы будем обсуждать эту тему, что профориентация в нашей школе, в наши директора. Следующая делегация должна здесь появиться в начале учебного года. Директора наших образовательных учреждений. Мы с ними ездили в Петруниверситет, мы с ними ездили в другие учебные заведения. Да, встречаемся студентами, медиками. Ну, промышленное производство, они должны быть здесь. Они должны знать. Шесть человек уже студентов часто граммом забирают техникум уже сюда. А вы видели вот конструкция? Это же вот не шуточное все. Вот такой многотонный паук лежит. Там сечение изломов, сварки, спайки толщины. Мы трогаем. Это же просто. Это все собрать, а это еще надо отконструировать. Это не просто так. Ребята должны вот сегодня обладать такими технологиями. Там уже автокад, и то это уже вчерашний день на том, чем я чертить учился. Потом на автокаде, и то уже считаю, что это уже вчерашний день. А они должны обладать еще более новыми технологиями для того, чтобы быть конкурентоспособными. Поэтому здесь задача прямо вот выше крыши. Вот такие хорошие, мне кажется, добрые, вот как заходишь на завод, вот эти стенды, мотивирующие советского периода. Как это? Хочется включить даже музыку время вперед. Поэтому все прямо, вот дай бог, все складывается, и я думаю, что все заработают как часы. Так и будет. У нас не превышенствует. Спасибо. 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 Спасибо.